Закончилось вечернее собрание. Над городом спустилась ночь и тень. Кто на машине, кто-то на трамвае, Спешит домой, ведь завтра новый день. Кому-то в школу, колледж, на работу, А ночь коротка, и нужно отдохнуть. Спешит святой народ, не замечая, Что делается рядом и вокруг. Все разошлись, а у калитки старой Стоит старик с пакетами в руках. Он также был с народом на собрании, И не случайно он сюда попал. Транзитом он воскресным утром ранним Приехал электричкой в город наш. И так как поезд, следующий завтра, Решил молитвы дом он отыскать. Пока нашел к вечернему служению, Попал, вошел, присел, и два часа Так быстро, незаметно пролетели. Но радовалась в старичке душа, Что не напрасно день святой воскресный Провел вместе с Божьими детьми. Молился, слушал проповедь, Пел песни, сознанием оторвавшись от земли. Ну вот конец, и снова возвращаясь К калитке той, где он сейчас стоит, И взглядом нежным лют он провожает, Который по домам своим спешит. Никто не подошел, руки не подал, И не спросил, откуда, как дела. А на дворе стояла непогода, Шел крупный снег, тогда была зима. Нет, он не из тех, кто будет обижаться. Дитя он Божье, за спиной года. Господней школы, и не колыбаться, Он научился в ссылках, в лагерях, Он уповал всю жизнь и уповает На милость свыше Божью благодать. Господь не медлит, он и посылает. Ответ свой его нужно только ждать. Вернувшись в дом молитвы из посещения, Припарковав автобус, юный брат Заметил у забора человека, Того, что и с пакетами в руках. Он подошел к нему и руку подал. «Приветствую», — сказал, — «И как дела?» В ответ услышал, — «Братик, слава Богу!» Кого-то ждете, может быть, меня? «Я, я», — сказал старик, И миг тут слезы, Невольно потекли из его глаз. «Проездом я», — тихонько произнес он, «А завтра поезд мне бы до утра». Да, да, простите, словно понимая, В чем суть проблемы, старика прервав. И будто между строк слова читая, Тот паренек ему вопрос задал. «А поезд ваш во сколько?» «В три пятнадцать». «После обеда, значит, точно так». «Я не позволю вам, отец, скитаться. За мной пойдемте, попрошу я вас». Остановив последнюю маршрутку, Они уже отправились вдвоем, Домой, где небогато, но уютно, И ужин ждал горячий за столом. Жена летевятнадцати от роду, Дитя грудной, и вот и вся семья, Но приняли по-царски в непогоду, Как Господа Спасителя Креста. И долго-долго свет корел в окошке, Рассказом деда не было конца, О чудесах и благодатье Божьей, Что подкрепляло в трудные года. Потом была молитва, благодарность, Общение на славу удалось. И если бы не плоть и не усталость, Встречать рассветом новый день пришлось. Проснувшись утром, завтрак ждал пришельца, Дорогу чай и к чаю пирожки, Молитву совершив от всего сердца, Хозяев дома он благословил. Отвез тот юный брат его к вокзалу, Вагон его нашел и посадил, И, долго провожая поезд взглядом, За встречу Бога он благодарил. Всего три года, как креста спасения, Пришло в его безбожную судьбу. Став верующим он без сожаления, Отбросил жизни грешную суету. Он видит то, что многие не видят, И, закатав по локоть рукава, Спешит туда, где только лишь услышит, Что есть проблема или есть беда. Не по годам он взрослый, Для того Бог послал его На встречу к старичку, Ведь только сердце любящее может Прочесть без слов живой души нужду. Крестьянин не тот, кто лишь в собрании, За кафедрой стоит, в хору поет, Не тот, кто слово Божье лишь читает, А тот, кто исполняет им живет. Все чаще дети Божьи порицанием Становятся всем мире на уста За то, что позабыли сострадание, И к ближним огонек любви угас. Слепыми стали мы, стали глухими, Нас манят жизни тленной мыражи. Мы не хотим, да просто нету силы Сознаться в том, что этим мы грешим. Коль зрение Твое, друг, притупилось, Не видит свет духовные глаза, У Бога исцеление есть и милость, Пока не поздно возвратись туда, Где первая любовь Твоя горела, Где жил не для себя, а для других, Где, несмотря на трудности и время, Ты с милосерднем ближнему служил. Слава Богу!